ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В тот день, когда букет оказался у вас дома, подрезать его стебли не нужно, но обязательно уточните, сделал ли это флорист перед продажей. Просто поставьте букет в воду или, как говорят профессиональные флористы, на воду. Вода в вазе должна быть холодная, для тюльпанов даже ледяная, поэтому можно добавить несколько кубиков льда. Это поможет сохранить жизнь цветку подольше и оставит его листья и стебли хрустящими. Обрезать стебли цветов нужно будет каждые два дня, и тут тоже есть нюансы. Если розы мы обрезаем наискосок, то тюльпану мы делаем ровный срез и отрезаем не больше полутора-двух сантиметров. Для чего это нужно? Когда срез свежий, цветку проще напиться водой, а значит и воду в вазе тоже нужно заменить на свежую. Еще один нюанс о тюльпанах, о котором нам рассказали в этой цветочной студии. Согласитесь, букет очень красивый и хочется, чтобы он постоял подольше. Так вот, перед тем, как поставить в вазу, нужно обломать все листочки, которые соприкасаются с водой. И это сохранит жизнь букета подольше. Еще один лайфхак, о котором я никогда не слышала, но флорист уверяет, что он работает. Для того, чтобы цветок простоял дольше, в частности тюльпан, нужно взять иголку и недалеко от бутона сделать несколько проколов насквозь. В ткани стебля будет поступать больше кислорода, и сам цветок станет крепче. Срезанный цветок не любит сухой и жаркий воздух, поэтому не ставим букеты и композиции возле окна и батареи. И есть цветы, которые нельзя ставить в одну вазу с другими цветами. Например, гиацинт. Он так сильно пахнет, у него такой крепкий аромат, что его лучше поставить подальше от роз и тюльпанов, иначе они быстро завянут.